Газета «Нераскрытые преступления» в ответ на обращение общественной организации «Кавальер» в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет. Патриция Дюваль, член Парижской коллегии адвокатов, соавтор книги про скандальную международную организацию «ФЭКРИС», член научной комиссии Европейской Федерации Свободы и Вероисповедания. В качестве адвоката Дюваль защищала права различных организаций в Европейском суде по правам человека, перед Советом Европы, а также в ООН и ОБСЕ. Как вы думаете, является ли деятельность организации «ФЭКРИС» легальной? С точки зрения международного закона о правах человека, она, конечно же, нелегальна. Их деятельность не соответствует международным соглашениям. Она противозаконна. Причем обратите внимание, что я сейчас говорю именно о деятельности «ФЭКРИС». Мы сейчас не говорим о том, что есть недовольные люди. Мы оцениваем только действия «ФЭКРИС». Их противозаконность начинается с высказываний с целью разжигания религиозной неприязни. И это очень хорошо видно на примере таких, как Александр Дворкин из Российской Федерации. Этот человек является типичным религиозным экстремистом. Полностью с вами согласна. А как вы думаете, какой является настоящая цель этой организации? Они хотят притеснить религиозные меньшинства и просто неугодные лица и организации. «ФЭКРИС» хочет, чтобы они просто исчезли. Честно говоря, для меня Франция всегда была свободной страной. И когда я прочитала в вашей книге, что «ФЭКРИС» была создана именно во Франции, и то, что она поддерживается со стороны правительства, я была в шоке. Я тоже была удивлена. Но не вся Франция такая. Есть много здравомыслящих людей, которые думают иначе, в том числе и в правительстве. Мы все понимаем, что принципы «ФЭКРИС» противоположны духу свободы. Но, к сожалению, сейчас во Франции мы имеем две явных тенденции. Экстремизм и секуляризм. Обратите внимание, что иногда журналисты работают с «ФЭКРИС», а по сути они помогают «ФЭКРИС». Журналисты, используя телевидение или газеты, берут человека или его организацию и говорят, «Осторожно, это секта». Вопрос в том, как может организация или конкретный человек защитить себя. Мой ответ — «Контр-атака». Только «Контр-атака» на «ФЭКРИС». Нужно их разоблачать, объяснять всем, кто они такие, в чем их интерес и чем они занимаются. Особенно это касается примеров в Российской Федерации, таких как Александр Дворкин. «Моя заоритет, Countee their, Всем «Моя заоритет. Coll industра». Клат-атака...